22-я Гомельская средняя школа худко отзначит 40-годзе. За этот час у ее истории было шмат добрых справ. Теперь этот списк пополнился еще одним достигением. Научальная установа стала одним из переможцев областной гражданской патриотической акции в моей краине. Не упущенную чаргу, дякуючей деятельности школьного волонтерского отрада. Створенный в студии не этого года, не он поспел принять уделу целым широком разностаенных мероприемств. От экологичных акций, профилактических работ из молодью до пропаганды здорового ладу життя и оказание допомоги со старелым инвалидом. Причем разом звучными его основу складают и наставники. У меня есть, так сказать, мой актив волонтерский, который, если я скажу, вот такая акция, они действительно помогут, придут, сделают. Почас областного семинара идеологичных работников теми добрых справ особливая увага. Тем больше, что акция моей краине оказалась саправды массовой и разностайной патематицы. В Кармянском районе, например, провели День белорусской кухни. У Калинковицким организовали фестиваль книги, а у Ельским установили памятный знак малонаселенным везкам. Причем, это не просто мероприемство, а практичная реализация инициативу мясцового насельництва. Удел же Хароу регионов громадским життем одна со складающих поспяхового развития краины. Сегодня этой темой активно займаются громадские организации. Утым лику и Белая Русь. У Ея-Радах больше, как 160 тысяч человек от керовников розного узровня до работников предприемствов. Мы наполняем нашу работу различного рода акциями, действами. Мы занимаем те ниши, которые еще не заняты. Мы не конкуренты, не каким-то другим политическим силам. Мы партнеры. Развитие своей идеологии и пытание формирования имиджа краины – это основная тема, який обмерковали у дельники областного семинара идеологичных работников. Пытание, саправду, актуальны, бо имидж – поняття у темлику экономичное. Но в селяким разе той же инвестор пройдет только у той Украину, якая мая станучий имидж. У Центре системного анализу и стратегичных доследований у Национальной академии наук гэтым пытанием займаются не первый год. А тому агучиваются основные крытерии, якие можно покласть у основы имиджа беларусские державы. У нас действительно есть свои инновационные точки роста. Я просто приведу один пример – это парк высоких технологий. То, что мы сегодня занимаем одно из ведущих в мире мест по IT-технологиям. Поэтому я думаю, что смесь истории, смесь новых, новаций, смесь сегодня, так сказать, менталитета беларуского рода, как трудоспособного, мне кажется, вот этот микс, если мы грамотно сформулируем место на глобальной карте мира, Республика Беларусь однозначно может себя найти и позиционировать именно как самодостаточное государство, а не часть какой-то системы.